Великолепно. Дети подготовлены. Уровень замечательный. Уровень полк. Всем княрам передавайте спасибо от судеб. В принципе, у нас не было конфликтов, у нас все было по-доброму. Все ребята сильные. Кто не выполнил разряд, не расстраиваемся. 6 апреля ждем вас. Также хочу поблагодарить всех родителей за ваше терпение, за вашу настойчивость. Такое непростое время быть с нами 4 дня до конца. Кстати, у нас, по-моему, один человек не выбыл. Это тоже большой-большой успех. И все благодаря родителям. А теперь приходим... За последние 2,5 месяца Федерация Шахмата Днепра, можно сказать, без них, но понятно, что с ними, провели третий такой мощный фестиваль. Что такое фестиваль? Когда одновременно мы проводим 4 турнира на все разряды. То есть за последнее время Федерация Шахмата Днепра и ее руководитель Алексей Михайлович Марков практически взяли бразды правления в шахматных школ, которые сейчас, к сожалению, не могут проводить мероприятия. И вы видите, что каждую субботу и воскресенье в библиотеке мы проводим мероприятия, лекции, турниры. Вот сейчас полив турниры. И такое, надеюсь, дай Бог, будет продолжаться. Сначала о перспективах. Мы планируем, если все будет, дай Бог, хорошая погода, ну, общая хорошая погода, то мы планируем почти через месяц, с 6 по 9 апреля, такой же фестиваль. Поэтому, если кто-то из вас не выполнил разряд, не переживайте, так сказать, ну, будем стараться такие турниры проводить. Теперь давайте подытожим, что произошло у нас здесь. Сейчас я буду говорить торжественное награждение участника, все, кто выполнили разряды, получат справки, получат грамоты, получат какие-то призы. Дальше вы знаете, что делать. То, кто выполнил 4-й разряд, через 2 дня официально, они уже 4-й разрядники. Если кто-то хочет что-то истории с книжками, с зачетками и так далее, я уже каждый день рассказывал, уже к этому мы не возвращаемся. Если кто-то мне даст зачетную книжку с фотографией, то послезавтра я поставлю на нее печат, и дальше, ну, на какой-то, либо моей какой-то лекции, либо на следующем мероприятии, или как-то мы пересечемся, этот паспорт просто послезавтра мы вам отдадим. Поэтому с этим вообще не проблема. Кто, оно, в любом случае выразить. Итак, поехали, придем. Вообще, что вы понимали, разница между первым местом и двадцатым, никакой разницы нет, поскольку это экзамен, и в экзамене нужно было набрать 5 очков. Все, что вышло, это, конечно, супер, но вы понимаете, что минимально это 5 очков, и всех-всех-всех я поздравляю, кто смог выполнить экзамен, кто набрал 5 очков. В результате напряженнейшей борьбы, давайте все-таки мы первые тройки особо отметим. Ну, начнем давайте с третьего места. У нас второе-третье место полили две девушки, собственно, мы их поздравляем. И третье место заняла Ева Григель. Давайте поприветствуем, давайте выйдем. Девушка, ты здесь? Давай. Можете тебя одеть, приедете чуть-чуть. Так. Так, вот твоя справка, что ты выполнил, что я сделала. Вот тебе грамота. Вот на память такая чашка, которая написана «Грай, вырешуй, перемогай». И никого не обижай, это от меня. Можем, пожалуйста, по-моему? Весь турнир лидировала, немножечко в конце ей не повезло. Это моя ученица, Лизонька Рыбалка. Давайте вместе. И так сложно выиграть, как добраться до... Итак, одеваемся. Второе. Так, что у нас... Диплом, справка. Ну, Лиза, в отличие от всех, Настя, а где эта штука, ее паспорт? Можно вот? Лиза, еще вчера, продумали мы с ней, то есть она уже вот... Опять, у кого есть этот паспорт, кто вчера приобрел или где? Вот, вклеить нужно фотографию, написать свои данные, и послезавтра пойду в спорткомитет, и, естественно, все, что нам понадобится, так дальше. Вот, иди сюда. Сейчас, пойдите, я говорю, всех-всех-всех обошел. Это Сергей Гасила. Подборное аплодисменты. Сергей, приглашаю. Так, что у нас еще? Подожди секундочку. Вот тебе справка, что ты чемпион. Вот тебе диплом. Вот тебе это самое, как его называется? Хотел сразу сказать, одну секунду. Чтобы организовать такой турнир, нужно много-много-много людей. И главным оргазатором этого турнира, и, собственно, идейным вдохновителем. У нас в гостях сейчас заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта. Воспитал огромное количество спортсменов. Хочу вам представить, это Евгений Геннадьевич Чесноклов. Здорово. Дорогие родители, отмучились, называется, 4 дня. И с большим нетерпением ждем вам на следующий турнир. Смотрите внимательно на наши объявления. Смотрите внимательно на наши... Так, Максим, вот тебе документ, вот тебе это самое. И возьми вкусняшку, выбирай. Он уже знает, что это вкусняшка, выбирай. Так. Я, Евгений, я. Все. Настя, ты тоже подходи. И у меня еще есть запасы. Выходим, выходим. Нам нужно быстро закончить. А кто, Динка, Сергей? Есть в зале? Серега? Давай, пять. Держи документ. Подыграть, министер. Держи этот самый вкусняшку, выбирай. Министер, ваша очередь фоткаться, давайте. Не, 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 вы фоткаете? Детям же будет приятно, с этим медвестным человеком фоткаться. Кто не верит, зайдите в Википедию, почитайте про Евгения Геннадьевича Чеснокова. Один из известнейших спортсменов нашего города. Анастасия Чеснокова. Анастасия Чеснокова. Так, ну давайте по серединке, а мы с вами по плану. Пойдите сюда, все. Как будут фотографироваться курточки, дырами снизу. Спасибо, большая клопка. Дикарик Назальцев. Лякиминка Мирослав. Родители, если есть, выходим, выходим. Я за маму и за папу. Хорошо. Надо сбросить. Прекрасно. Мамы. Мамы. Прекрасно. 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 Прекрасно.